Американский бронетранспортер М11-26 Stryker базируется на канадской легкой бронированной машине DAV-3, которая в свою очередь берет начало от швейцарской Mavac Piranha 3H. На момент выхода Stryker рассматривался как промежуточное транспортное средство, пока не появятся более совершенные конструкции в будущем. Однако вскоре был подписан контракт с General Dynamics Land Systems на 2131 машину Stryker всех вариантов для оснащения шести бригадных боевых групп быстрого развертывания. Первые оперативные машины по контракту были поставлены в армию США в 2003 году, а полностью поставки были завершены в 2014 году. В процессе эксплуатации машина показала себя более чем хорошо, и контракт был пролонгирован. Всего в армию США было поставлено 4 4666 Stryker. В настоящее время этими бронемашинами вооружены 9 бригад. Stryker лучше защищен, чем многие другие бронетранспортеры, в том числе российские и китайские образцы. Передняя дуга выдерживает попадание снарядов из крупнокалайберного пулемета 14,5 мм. Имеет полную защиту от пуль калибра 7,62 мм. Можно установить дополнительную керамическую броню для полной защиты от бронебойных снарядов. Салон транспортного средства обшит броней для защиты экипажа и пассажиров от поражения. Усилили ходовую часть для защиты от мин. Утверждается, что страйкеры превосходят другие БТРы по живучести против мин и самодельных взрывных устройств. Топливные баки установлены снаружи и предназначены для отрыва от корпуса при взрыве. У этого бронетранспортера есть системы автоматического пожаротушения и РХБ защиты. Страйкеры, используемые в зонах боевых действий, оснащены стальными каркасами, называемыми планковой броней, обеспечивающей защиту от противотанковых ракет и снарядов. Недавно для этой машины разработали комплект динамической брони для замены решетчатой брони в районах боевых действий. Страйкер вооружен 12-ю и 7-мм крупнокалиберным пулеметом М2 или 40-мм автоматическим гранатометом МК-19, установленным на дистанционно управляемой боевой станции. В бронетранспортере применены передовые информационные технологии. Он оснащен системой управления информацией на поле боя, позволяющей взаимодействовать с другими транспортными средствами и командными пунктами. Доступ к данным о местоположении обеспечивается при помощи GPS-приемника. Экипаж страйкера состоит из двух человек, командира и водителя. Может привозить десант из девяти полностью экипированных солдат. Военнослужащие входят и выходят из машины через заднюю рампу с электроприводом со встроенной дверью или люками на крыше. Основная роль базового бронетранспортера М-11-26 обеспечит защищенный транспорт для своих пассажиров. В некоторых случаях может поддерживать штурмовые действия своих солдат, хотя из-за относительно легкой броневой защиты эта машина уязвима на поле боя. Бронетранспортер оснащен дизельным двигателем мощностью 350 л.с. Этот же двигатель используют некоторые грузовики армии США. Двигатель и коробку можно снять и снова установить менее чем за час. Ведущие колеса могут переключаться между конфигурацией 8х4 на дорогах и конфигурацией 8х8 на пересеченной местности. Автомобиль также оснащен центральной системой подкачки шин, которая позволяет адаптироваться к разному рельефу местности, таким образом расширяя мобильность на пересеченной местности. Страйкер оснащен шинами Runflat и может проехать пару километров до того, как шина полностью придет в негодность. Он также оснащен лебедкой для само восстановления. В отличие от большинства современных БТР, эта машина не является амфибией. Страйкер транспортируется военно-транспортными самолетами С-130, С-5 и С-17. Страйкеры действуют в бригадных боевых группах быстрого развертывания. У каждой бригады более 300 бронетранспортеров 10 модификаций. Оперативная концепция этих бригад сосредоточена на способности к развертыванию и маневренности для операций противодействия противнику. Вся бригада может быть переброшена по воздуху и развернута в любой точке мира в течение 96 часов. Варианты М-11-26 ICV Infantry Career Vehicle по существу является бронетранспортером. Он оборудован боевой станцией с дистанционным управлением, вооружен крупнокалиберным пулеметом М-2 калибра 12,7 мм или 40-мм автоматическим гранатометом. Это базовый автомобиль семейства Страйкер. М-11-27 ПА – разведывательная машина. М-11-28 МГС – мобильная пушечная система, оснащенная 105-мм пушкой. Оказалось, что эта машина огневой поддержки имеет целый ряд недостатков и была закуплена относительно небольшой партией. В 2013 году на бригаду Страйкер было 27 таких машин. М-11-29 МС – минометчик, вооруженный минометом калибра 120 мм. М-11-30 СВ – командирская машина. М-11-31 ФСВ – машина огневой поддержки. М-11-32 ЕСВ – машина инженерного отделения. М-11-33 ЕВ – медицинская эвакуационная машина. ПТРК М-11-34 – носитель противотанковых управляемых ракет, вооруженный ракетами ТОВ. М-11-35 НБСРВ – РХБ-разведывательная машина. М-12-96 Драгун – модернизированная версия М-11-26 ICV, со значительно улучшенной убойностью. Он оснащен беспилотной башней, вооруженной 30-мм пушкой. Его официальное обозначение – Информтрекерир Викрол Драгун, или ICVD. В 2023 году армия США заключила контракт с компанией General Dynamics на поставку 300 бронированных машин Stryker, построенных по последнему стандарту А-1. Эти новые машины имеют улучшенную броневую защиту, мощность двигателя, мобильность, увеличенную полезную нагрузку и усовершенствованные боевые системы. Stryker A-1С оснащен большим двигателем мощностью 450 л.с. Планируется, что усовершенствованные серийные машины останутся на вооружении армии США до 2050-х годов.